Диссертационного совета, уважаемые присутствующие, на повестку дня выносится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08005, экономика управления народным хозяйством, экономика предпринимательства на тему, инфраструктурное обеспечение и развитие предпринимательской деятельности в условиях цифровизации на материалах Республики Крым, Капаенко Ивана Викторовича. На заседании диссертационного совета из 22 членов присутствует 18 человек, из них 5 докторов у специальности 08005, экономика управления народным хозяйством, экономика предпринимательства. Есть предложение на основании овощного листа считать заседание правомощным согласно к пункту 29 положения к присутствию ученых степеней и обеспеченным специалистами по профилю и рассматриваемой диссертации. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался единогласно. Объявляется защита диссертации на слискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08005, экономика управления народным хозяйством, экономика предпринимательства на тему, инфраструктурное обеспечение, развитие предпринимательской деятельности в условиях цифровизации на материалах Республики Крым, Капаенко, Ивана Викторовича. Научный руководитель Сергей Михайлович, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики предприятия Крымского федерального университета имени Вернадского. Официальная пометка. Кузьменко Юлия Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента Южноуральского государственного университета, национальный исследовательский университет. Завьялов Дмитрий Вадимович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики Российского экономического университета имени Плеханова. Ведущая организация Орловский государственный университет имени Ивана Сергеевича Тургенева. Слово для доклада, содержание имеющихся в деле соискателей материалов, предоставляется ученому секретарю совета, кандидат экономических наук, доценту Павленко Ирине Геннадьевне. Спасибо, Наталья Александровна. Капоенко Иван Викторович наделся 27 июля 1993 года в городе Симперополе. В 2014 году окончил Университет национальный университет имени Тараса Шевченко. В 2016 году окончил национальный исследовательский университет Высшая школа экономики город Москва. В июне 2021 года Иван Викторович окончил аспирантуру Крымского федерального университета имени Владимир Ивановича Вернадского. Защитил научно-квалификационную работу с оценкой «Отлично» и получил квалификацию «Изведователь-преподаватель-исследователь». Дисертация выполнена на парте при экономике предприятия Крымского федерального университета имени Владимир Ивановича Вернадского. С февраля 2019 года И по настоящее время работает в обществе с ограниченной ответственностью медстудия город Москва менеджером по развитию. Дисертационный советик по соискателю Капоенко Ивану Викторовичу имеются следующие документы. Первое. Заявление соискателю ученой степени от 2 марта 2022 года. Подтверждение размещения на сайте организации полной эффектной диссертации. Распечатка страниц диссертации с указанием даты размещения 3 марта 2022 года. Матерально заявленная копия диплома к окончанию аспирантуру и приложения к диплому Крымского федерального университета имени Владимир Ивановского от 2 июня 2021 года. По направлению подготовки 38.06.01.Экономика. Диссертации и рукописи авторитрата диссертации. Положительное заключение Крымский федеральный университет имени Владимир Ивановского от 11 ноября 2021 года. Отзыв научного руководителя, доктора экономических наук, пациента Елена Сергея Михайловича. Список публикаций автора. Справки о внедрении и использовании результатов исследования от Отечественной палаты Республики Крым, ООО «Профессионалстрой» Крымский федеральный университет имени Владимир Ивановского, отзыв ведущей организации Роский государственный университет имени Тургенева, 9 отзывов на авторитетах диссертации, отзывы официальных компонентов. Все отзывы своевременно размещены на сайте Крымского федерального университета имени Владимир Ивановского. Документы имеются в наличии, соответствуют требованиям, предусмотренным в пунктах 18 положения для суждения ученых степеней, подтвержденных постановлением правительства Российской Федерации, 24 сентября 2013 года, номер 842, пункт 29 положения Советов по защите и диссертации на соискании ученых степеней кандидата на уст на соискании ученых степеней доктора НОУ, подтвержденного приказом Миноборнауки Российской Федерации, 10 сентября 2017 года, номер 1093. У меня все, спасибо. Спасибо, Ирина Геннадьевна. Будут ли вопросы к ученому секретарю? Вопросов нет. Благодарю вас. Слово для изглашения основных результатов диссертации предоставляется соискателю Копаенко Ивану Викторовичу. Уважаемые председатели, уважаемые члены Совета, позвольте представить вашему вниманию доклад по теме диссертации инфраструктурное обеспечения развития экономической деятельности в условиях цифровизации на материалах из Пурики Крым, на соискании ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 0800005, экономики управления народным хозяйством, экономико-потранимательством. Научный руководитель, доктор экономических наук, доцент Иоргин Сергей Михайлович. Актуальность темы исследования распространения коронавирусной инфекции послужила весьма сдерживающим фактором появления экономической активности субъектов предпринимательской деятельности, что обусловило принятие проектом Российской Федерации комплекса антикризисных мер по поддержке предпринимательских структур. Таким образом, формирование инфраструктурного обеспечения развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации неотъемлемым образом связано с цифровой трансформацией предпринимательской деятельности в обеспечении устройства роста предпринимательского дохода. Продолжение следует... 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 как представлено в таблице на слайде 11. Остальные информационные технологии, формирующие информационные проекты и прочие специальные инфраструктурные платформы, используются узким кругом крымских химических субъектов. Для получения научно обоснованных наиболее достоверных результатов, в исходные расчеты нами включены фактические данные за период с 2014 по 2020 год и прогнозные параметры за период с 2020 по 2025 год. Прогнозный анализ составлен с учетом актуальных логических тенденций развития предпринимательской деятельности в различных секторах экономики, в том числе и в цифровой сфере. Сформулированные данные свидетельствуют о наблюдающейся тенденции низкого уровня развития предпринимательства в сфере цифровой экономики Крыма. Можно отметить, что по прогнозным трендам бизнес-цифровизации предпринимательство еще более углубится, если не предпринимательских мер. Однако, с учетом мер пострегулирования к 2024 году, может он быть развитием инфраструктуры безопасности. Третье положение научно-навизны. Идентифицированные и ранжированные детерминаты инфраструктурного обеспечения, сдерживающие развитие предпринимательской деятельности, путем количественной оценки и проведения сравнения при формировании матрицы с межностью параметров факторов детерминат, что позволило сформировать варианты модернизации ресурсной инфраструктуры предпринимательства в регионе. На слайде 14 проведены терминанты инфраструктурного обеспечения, ограничивающие деятельность малого и среднего предпринимательства в Республике Крым. Идентификация проблем, ограничивающихся предпринимательскую деятельность, проведена экспертным методом в виде опроса 50 предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые отметили совокупные позиции, снижающие как предпринимательскую активность, так и предпринимательскую доходность. Наибольшее ограничивающее влияние на инфраструктурное обеспечение и прежде всего на финансово-хозяйственную деятельность предпринимательских структур оказывают такой фактор, как высокий уровень официально-налоговых платежей. Анализ результатов экспертного опроса положения предпринимательских стратегий, отчетов по реализации федеральных и региальных проектов программ поддержки предпринимательства Республики Крым позволило смонтировать систему проблем, ограничивающих инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности для их дальнейшего ранжирования. Использование методов остановки приоритетов позволило сформировать рейтинговую росту значенных проблем, ограничивающих инфраструктурное обеспечение предпринимательства в секторах. В условиях высокого системного риска в обеспечении развития инфраструктурного предпринимательства Республики Крым из-за периферийного расположения территории, относительной неразвитой технологических систем и высокие показатели степени внешнего санкционного давления, в работе предложены три варианта модернизации ресурсной инфраструктуры. Выделенные на стадии 17 варианты определяют повышение эффективности использования инфраструктурного обеспечения и развития предприятийской деятельности путем децентрализации системы управления через модерирование развития ресурсной инфраструктуры, базируясь на трех принципиальных положениях. Развитие банковской кредитной системы, развитие инфраструктуры парабанковских систем и развитие финансово-предпринимательских групп. Четвертое положение научной новизны. Разработан научно-методический подход к оценке структурного обеспечения, развитие предпринимательской деятельности в условиях цифровизации, позволяющий проводить структурно-комплексный анализ потенциала структурного обеспечения, развитие предпринимательской деятельности, выявлять резервы повышения эффективности деятельности предпринимательских структур в региональном измерении. Варианты модернизации ресурсной инфраструктуры приведены на слайде 18. Для оценки эффективности инфраструктуры предприятийства в диссертации разработан научно-метрический подход к оценке потенциала инфраструктурного обеспечения развития предприятий деятельности, которая включает в выполнение следующих этапов. Определение компонент уровня развития потенциала путем выделения показателей, отражающие состояние отдельных компонентов инфраструктурного обеспечения, развития предпринимательства и составление математического описания зависимости в уровне индикаторов от показателей других компонентов и времени. Второе. Анализ соответствующих параметров развития инфраструктурного обеспечения, предпринимательской деятельности в регионе с помощью коэффициента обеспеченности. Третье. Определение интегрального индекса уровня развития инфраструктурного обеспечения в предпринимательской деятельности регионов рассчитано по формуле, представленной на слайде 19. Научно-генетический подход апробирован при определении уровня обеспеченности структурными компонентами структурно-обеспечения и эффективной деятельности территориальных единиц Крыма, сгруппированных по районам и городам республиканского значения. На основе полученных расчетов интегральных индексов уровня развития и структурно-обеспечения выделены регионы с высоким, средним, низким и очень низким уровнем развития, с определением размера и интервала. Для большинства районов и городов структурно-обеспечения характерен очень низкий уровень потенциала развития структурно-обеспечения и развития эффективной республики Крым. Пятое положение научной резины. Разработан организационно-экономический механизм структурного обеспечения, развитие предпринимательской деятельности, который направлен на поддержку предпринимательской активности и переход к сложным цифровым системам и сетевым коммуникациям, что позволит, согласно моделям прогнозирования, обеспечить устойчивый доход предпринимательским структурам. Основные тренды и цифровые элементы, формирующиеся на основе программы «Цифровая экономика Российской Федерации», приведены на стадии 22. Для достижения стратегических целей и максимизации комплексных преимуществ развития предпринимательской деятельности разработан организационно-экономический механизм структурного обеспечения, развитие предпринимательской деятельности на основе инновационного развода цифрового структурного обеспечения, направленный на поддержку предпринимательской активности и переход от простых контролируемых сервисов к более сложным цифровым системам и коммуникациям сетевого типа. Детальный механизм приведен на слайде 23. На слайде 24 приведены фактически прогнозные показатели развития предпринимательства Республики Крым до 2030 года с учетом цифровизации экономики. На слайде 25 представлен прогноз объемов ВРТ предпринимательского дохода и инвестиций в основные капиталы предпринимательских субтитров Крыма до 2030 года. Представленные результаты прогнозирования позволили сделать вывод относительно трендов перспективного развития предпринимательства с учетом цифровизации Республики Крым. Рост количества предпринимательских структур и привлеченных инвестиций, повышение численности занятых и прямой производительности труда, рост деловой активности предпринимательства и привлекательности многотослевых инвестиционных направлений, увеличение предпринимательского дохода организаций и доходов их работников. Таким образом, решена важнейшая задача. Разработаны научно-метологические подходы к развитию предприятийских деятельностей на основе совершенствующих структур и структурно обеспечения условий цифровизации. Благодарю за внимание. Спасибо. Иван Викторович, теперь мы переходим к вопросам. Прежде чем прозвучать вопросы, я хотела бы уточнить. Вы вопросы желаете получать в устной или письменной? В устной форме? Ясно. Вы будете на них отвечать по совокупности или отдельно на каждый вопрос, то есть последовательно? Последовательно. Хорошо. Пожалуйста, уважаемые члены диссертационного совета, какие будут вопросы к соискателям? Вопрос задает доктор экономических наук, профессор Старобогатова Татьяна Николаевна. Спасибо, уважаемые диссертационные советы. Уважаемые диссертационные советы, у меня вопросы, касающиеся к облицам. Точнее, таблицы 2, 3, 4. Таблицы 2, 3, 4. Нумерация по автореферату. Начинаем с таблицы 2. Первая графа в таблице носит название признак. И признак дан в процентах. Мы привыкли, что в процентах у нас измеряются относительные показатели. Скажите, пожалуйста, по какой формуле и как рассчитываются данные показатели? Таблица 2. Первая графа – цифровая акция. Я благодарю вас за вопрос. Вопрос по таблице статистика директорской оценки степени использования информационно-коммуникационной инфраструктуры в предприятии деятельности Республики Крым. Действительно, во втором столбце мы рассчитываем показатель в процентах. Таким образом, мы пытаемся показать на развитие предельного уровня потенциала этих элементов нашу нефлющенную перспективу. В таблице 2 мы рассчитывали дисперсию и все это соединенные подрогичные отклонения, что позволило дальше определять эксцентуриации. Таким образом, мы вычисляли это именно в процентном отношении как показатель уровня. Пожалуйста, также у меня вопрос еще по таблице 2. Строка 6 – управление системовой логистики. Система логистики – это достаточно широкое понятие. Какие здесь системы вы имеете в виду? Мы стараемся взять комплексное объяснение системы логистики. Сюда мы включаем как непосредственные работы по транспортированию, трансферу, так и систему обеспечения работы логических систем. То есть мы сейчас включаем и юридическую поддержку, и цифровую систему. То есть все, что так и значит, обеспечивает поддержку логистической системы. Хорошо, переходим к таблице 3. Значит, тут акцентируем внимание на графе ранг или место. Начинается у нас ранг 6, потом идет 25. Получается, что не все составляющие отражены в таблице. Скажите, пожалуйста, по какому признаку у нас, для чего вы выделились именно эти составляющие, которые внесли в таблицу 3? Благодарю вас за вопрос. По таблице 3, цифровые составляющие институтурного обеспечения предпринимательской деятельности, трех экономики. Тут действительно, на первый взгляд, может показаться странным, что в таблице мы включаем ранги начиная с 6. Но в институционных материалах, в приложении, мы подносим полную таблицу расчета рангов, где нужно найти показатели, начиная с первого, только заполнять все следующие промежутки. Это связано с тем, что в рамках данной эксплуатационной работы, в первую очередь, мы делаем упор на цифровой экономики. Поэтому мы не включали в конкретную таблицу не цифровые составляющие. Именно поэтому мы включили все только то, что касается цифровой экономики. На статье по таблице 4, последняя графа называется в среднем. Какой вид средней вы использовали для расчета? Пожалуйста, последняя графа в среднем, таблица 4, авторитет. Благодарю вас за вопрос. Собрались детерминаты инфраструктурного обеспечения на деятельности малого и среднего предназначения в Республике Крым? Мы использовали обычную среднюю, физическую величину, но управляли до целого числа по правилам упругления. Хорошо, надо было просто показать, потому что тут действительно округленные цифры. По этой таблице я имею уточнение. Вот строка называется так. Низкий уровень материального обеспечения предпринимательского производства. И такая еще строка. Недостаток финансирования слабого уровня предпринимательской деятельности. Вот первая из перечисленных строк. Как вы нашли величину 2? 3 плюс 5 – 8. Если поделим на 2, будет 4. Или вы делили на 5. Вот эти все 3 плюс 5 и 8. Расскажите, пожалуйста. Благодарю вас за вопрос. Действительно, таблица может создать немножко контринтуитивной. В данной ситуации, если мы говорим про низкий уровень материального обеспечения предпринимательского производства, в среднем 2 мы вывели делением на 5. В таблице указаны прочерки. Это получается, что значение было практически близким к нулю. То есть мы могли его не сперечетать. Но так как мы брали показатели за все 5 лет, то мы делили на 5. Хорошо, это самое замечание. То есть если когда очень низкое значение, то ставится ноль, точечка, точечки. А когда прочерк – это не отдано. Все, спасибо. Спасибо большое. Так, кто еще задает вопросы? Пожалуйста, вопрос задающий инсайд. Это доктор экономических нов, профессор Кирилл Чук, Светлана Кирилл. Уважаемый Иван Викторович, вы выделяете в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия общества, институциональных органов и предпринимательской сферы подготовку кадров для сферы предпринимательства в регионе. Где, по вашему мнению, должны готовиться кадры и к каким критериям они должны соответствовать для решения поставленных задач? Здравствуйте. Я вам благодарю вас за вопрос. Обучение кадров – это действительно один из последствия вопросов. В рамках работы мы рассматриваем различные направления подготовки кадров, как начиная с обучения кадров на предприятиях, на местах, вплоть до создания профильных структур на базе муниципалитетов, На базе уже готовых высших учебных заведений, как курс повышения квалификации, курс МВИ и возможно также на образование бизнес-инкубаторов на базе муниципалитетов, которые также могут стать базой и площадкой для обучения полицированных кадров. Спасибо. Вопрос задающего совета доктора экономических нов, профессор Апатом Наталья Владимировна. Уважаемый соискатель Иван Викторович, у меня вопрос по уравнению номер один, по уравнению регрессии, которая находится в автореферате на странице 12. В частности, у вас там под переменной X1 понимается институциональная инфраструктура. Вот такой у меня вопрос. Что вы понимаете под институциональной инфраструктурой и в каких единицах измерения она присутствует в этом уравнении? Благодарю вас за вопрос. В работе мы рассматриваем институционную инфраструктурную инфраструктуру деятельности условий циферализации и на основе этого мы вывели уравнение внутренней регрессии, которое вы можете видеть сейчас на слайде. Прошу прощения. Приведенное уравнение показывает, что наиболее существенным положительным фактором усиления деловой активности, это показатель Y, который вы можете видеть на слайде, выступает ресурсная инфраструктура, это значение X2, которое воздействует на доход. Хотел бы также заметить, что в данном уровне внутренней регрессии вы можете не обнаружить воздействие цифровой инфраструктуры, что кажется контраэффективным в рамках темы направления... Извините, я вас спросила, что такое институциональная инфраструктура, что вы под ней понимаете? Потому что это важный элемент инфраструктуры в целом предпринимательства. Прошу прощения. Узначение X1, институциональная инфраструктура, мы создаем при него. Под институциональной инфраструктурой мы создаем институциональные органы, которые влияют... Это законодательная база, это инфраструктурные органы, которые влияют на деятельность предприятий, которые влияют на действие предпринимательства. И, собственно, основной серии предпринимательства является получение дохода, и можно рассматривать все институты, которые так иначе влияют на показатель доходности от предпринимательства. Если брать в шорен значение. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Вопросы дочерей совета доктора экономических наук профессора Нарибайченко Екатерина Владимировна. Иван Викторович, подскажите, пожалуйста, какие в своем исследовании Вы выделили инструменты функционирования инфраструктурного обеспечения предприятий своей деятельности в Невосредственной Республике Крым? Благодарю Вас за вопрос. В работе мы рассматривали инструменты функционирования инфраструктурного обеспечения. Для инфраструктуры станут возможные инфраструктуры и на другие регионы. Мы выделили, в первую очередь, мониторинг технической среды, информационно-конституционные услуги, мониторинг заправления бизнеса, разработка предпринимательских планов. И, конечно, всегда можно включить обучение инфраструктурного обеспечения инфраструктурного обеспечения бизнеса. Собственно говоря, всегда мы включаем, если делаем его в предыдущем тезисе, все то, что прямо или косвенно влияет на доходы. Спасибо. Благодарю Вас за вопрос. Какие проблемы развития инфраструктурного обеспечения вами выявлены? У нас в работе выявлены пять основных проблем инфраструктурного обеспечения. Это, в первую очередь, несовершенство нормативно-правовой базы, недостаток механизмов для представания начинающих предприятий на субъектах предпринимательских деятельностях, несовершенствование системы налогообложения, высокое налоговое премьер. Одним из важных моментов являются неразные системы информационной поддержки малых и средних предприятий. И, конечно же, это высокий уровень субъектного давления на малые и средние предприятия. Хорошо. Второй вопрос. Вектор развития инфраструктурного обеспечения? Пожалуйста, я могу попросить последнюю вопрос полностью. По вашему мнению, какой существует вектор развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях цифровизации? Благодарю вас за вопрос. По директорам развития мы считаем, что основным направлением является повышение качества рабочей силы, повышение качества персонала, дальше обновление и расширение материально-технической базы предприятий, возможно также работа по наступлению в бизнес в инфраструктурной базе муниципалитетов, и также организация новых обложений в рамках предприятий. Спасибо. Пожалуйста, вопросы задаем член Совета доктора экономических новок профессора Майдановича Великой Торна. Уважаемый Иван Викторович, скажите, пожалуйста, вот в своей работе Вы рассматриваете инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в условиях цифровизации, но в уравнении может на МТС и цифровую инфраструктуру Вы не включаете? С чем это следует? Благодарю Вас за вопрос. В отношении к уравнению множественной регрессии, которую Вы можете видеть на слайде, действительно, надеюсь, не затратить уже эту тему. Кажется контринквитивным то, что у нас не включена цифровизация всегда. Это связано с тем, что, к сожалению, на текущий момент на материалах, которые многие исследовали, мы можем видеть, ничтожно малое влияние цифровизации, поэтому оно не было включено в данное уровне множественной регрессии. Надеюсь, что в дальнейшем исследованиях влияние будет больше, мы можем его включить в наши отчеты. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста, вопросы. Прозаточник совета доктора экономических наук профессор Борщ. Прозаточник совета доктора экономических наук профессор Борщ. Прозаточник совета доктора экономической деятельности в Республике Крым и перспективные пути их решения. Самый последний пункт – высокий уровень сезонности и пути решения привлечения бюджетных средств и частных инвестиций. Скажите, каким образом привлечение бюджетных средств можно получить для малого и среднего бизнеса? Благодарю вас за вопрос. На всякий случай уточнил, то есть мы говорим про то, каким образом малый и средний бизнес может получить бюджетные средства и как это может помочь в борьбе с сезонностью. Да. Благодарю вас. В первую очередь, мы должны сказать по поводу проблем сезонности и как финансирование может решить данные проблемы. На текущий момент мы сталкиваемся с тем, что сезонность является большой проблемой, особенно для туристической ниши отельного и ресторанного бизнеса и всех направлений, которые связаны с сезонным увлечением гостей Республики Крым. Решается это в первую очередь тем, чтобы развивать привлекательность региона в тот сезон, который сейчас является неприоритетным для Германии Республики. По поводу привлечения платежных средств из бюджета, мы можем рассматривать тут как абсолютно нишевые гранд-физициальные программы от Республики Крым, а также по полноценным программам поддержки развития региона, если нечто есть до 2030 года, который также предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Также мы можем рассматривать еще и общефедеральные программы по субсидированию малого и среднего бизнеса в самом начале его появления. Спасибо. И еще один вопрос. На странице 9, он у вас, самый последний назад, вы описываете понимание предпринимательской деятельности. Я бы хотела услышать от вас ответ на такой вопрос. Характерные особенности предпринимательской деятельности в условиях цифровизации соотносительно названия вашего реферата и вашей работы и исследования в целом. Благодарю вас за вопрос. На странице мы приводим определение предпринимательской деятельности. Позвольте, я его полностью сочетаю. В рамках статуса мы откладываем предпринимательскую деятельность. Это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельности, характеризующая широким кругом интересов, включая инновационную, адаптивность к трансформационным условиям, цифровизация экономики, сохранение лояльности работников, установление партнерских отношений со стейклором, поддержку репутации, содействие в охране окружающей среды, глубокое проникновение в цифровую среду, в обеспечении устойчивого получения предпринимательского дохода. Возвращаясь к ответу на ваш вопрос про цифровизацию нашей работы. В первую очередь, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что цифровизация позволяет нам снижать расходы на ведение деятельности, и тем самым мы приходим к главной цели предпринимательства, это увеличение предпринимательского дохода. Спасибо большое. Спасибо. Большие еще вопросы. Вопросы дочерины совета, доктор экономических наук, профессор Дышлабо Игорь Николаевич. Спасибо, Анна Александровна. Уважаемый Иван Викторович, какой вопрос у меня. В чем заключается роль и значение, собственно, системы обеспечения предпринимательства на региональном уровне, Вы рассматривали республику кроме количества. Коротко, пожалуйста. Роль и значение. Благодарю вас за вопрос. Роль и значение цифровизации. Причем, вы не можете вопрос, да? Система инфраструктурного обеспечения. Роль и значение системы инфраструктурного обеспечения. Благодарю вас за вопрос. В целом, роль и значение системы инфраструктурного обеспечения как на региональном уровне, так и на региональном уровне довольно схожи. То есть, основная задача, если мы рассматриваем это в рамках предпринимательской деятельности, это поддержка и обеспечение комфортной работы предпринимательства. И так как мы в первую очередь можем рассматривать обеспечение инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, в первую очередь как результат государственной политики и поддержки, то с точки зрения результатов обеспечения инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности можем рассматривать, как итог, это увеличение осознанного вложения. Тогда уже второй вопрос, когда я задам по таблице рисунок 1, страница 20 автореферата «Крогензационно-экономические механизмы» и «Послушаемые обеспечения». Скажите, пожалуйста, роль государственного частного партнерства, насколько у вас здесь обозначено? В таблице только вверху макроуровень написано «государственное регулирование» и все. Как вы считаете, роль государства только на макроуровне? — Благодарю вас за вопрос. На данном рисунке мы приводим роль государства государственного регулирования именно на макроуровне. В целом, вы затронули государственно-частное партнерство, даже нужно ввести концессию и другие формы совместной работы коммерческих структур и государства. К сожалению, хотел бы заметить, что на текущий момент в Республике Крым не так сильно раздается данное направление, и количество предприятий, которые работают в таком формате, практически незначительно мало. То есть, что оно не оказывает значительного влияния на статистику в регионе. Но в нашей работе мы как раз и делаем упор на то, что влияние государства необходимо на различных уровнях, начиная с уровня муниципалитетов и далее. Спасибо. 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 Пошли еще вопросы? Вопрос в следующем совете доктора экономических нов, профессор ЦОПа. Спасибо. Слышно меня? Слышно? Слышно. Слышно. Слышно? Слышно. Слышно? Вопрос. И подача импульса предстоящему развитию предпринимательской деятельности в целом и всех, которые используются в том числе в частности. Спасибо. Еще вопросы? Вопросы ведущего совета доктора экономических наук профессора Дорофеева Анна Андреевна. Спасибо, Анна Александровна. Иван Викторович, в своей теме должны быть актуальное инфраструктурное обеспечение развития предпринимательской деятельности в целом и всех, скажите, пожалуйста, какие детерминаты Вы выделили препятствующие развитию предпринимательской деятельности? Те, которые, по Вашему мнению, являются в основном. Я благодарю Вас за вопрос. В рамках работы мы выделили довольно обширный перечень терминалов. Первое, что я хотел бы выделить, это низкий уровень и нестабильность законодательства в регионе, также высокое налоговое преми. Ресурсная блокада, в частности, и, в принципе, очень высокий уровень санкционного давления. И стоит, я хочу обратить внимание, на неплатежеспособность контрагентов и сложности в получении заемных средств. Так, на текущем графике на Республике Крым выставлены далеко не все возможности по получению заемных средств, которые есть в материковых частей России. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Я могу сейчас задать вопрос. Какие финансовые кредитные инструменты могут использоваться для улучшения доступа с субъектов к источникам финансовых ресурсов? Благодарю вас за вопрос. В рамках работы мы рассматриваем инструменты финансово-кредитные инструменты. В первую очередь, какие-то же новые инструменты кредитования и возможности получения инвестиций. Это формирование информационной кредитной системы как раз и как бизнеса и банковских структов. И использование средних культурных бюро, инвестиционных кредитных историй и в целом развития новых парабанковских структурных инструментов. Спасибо, я удовлетворю на ответ. Спасибо. Большие еще вопросы. Вопросы, задающие на Совете, доктор экономических нов, профессор Артемия Галиевна. Спасибо, Наталья Александровна. Иван Викторович, я также хочу обратиться к одного из пунктов вашей научной новизны и разработанной вами реакционной кредитной механизмы инвестиционного обеспечения. У меня такой вопрос. Вы сегодня в работе говорите о развитии предпринимательской деятельности, но здесь у вас в механизме появляется пакет актуальных предложений по предпринимательству устойчивого развития. Что вы вкладываете в понятие предпринимательства устойчивого развития? Благодарю вас за вопрос. Я прошу, могли бы, пожалуйста, повторить его? Да, пожалуйста. В автореферате на странице 20 рисунок 1 «Организационно-экономический механизм». В нижней части схемы, там, где вы даете грантовые программы, социально-экономические проекты, и дальше они направлены на формирование у вашей схемы пакета актуальных предложений по предпринимательству устойчивого развития. Что вы вкладываете в понятие предпринимательства устойчивого развития и развития чьего? Благодарю вас за вопрос. В рамках исследовательных схемы, на рисунке «Организационно-экономический механизм структурного обеспечения развития предпринимательства» мы приводим информацию по предложениям по устойчивому развитию предпринимательства. В данном случае мы рассматриваем следующего развития как плановительный рост доходов предприятия, расширение материальной критической фазы и качественный и количественный рост его показателей. Иван Милович, предпринимательство устойчивого развития, что это такое у вас? Это вы перепутали слова или это новый термин, который вы говорили? Предпринимательство устойчивого развития. Скажите, пожалуйста, какие вы видите перспективные направления развития предпринимательства и предпринимательской деятельности? Благодарю вас за вопрос. В первую очередь по перспективным направлениям развития предпринимательской деятельности мы хотели бы обратить внимание на отрасли, которые сейчас страдают от сезонности. Это теоретический образцы, гостинственный и ресторальный бизнес. Также в целом все это связано с малым и средним производством. Это те сферы, которые необходимо стимулировать и которые могут принести наибольший экономический результат для республики крови. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Вопросы для решения совета доктора экономических наук профессора Гранд Ханова. Спасибо. Уважаемый Иван Викторович, рисунок один, также обращаю ваше внимание, администрационно-экономический механизм инфраструктурного обеспечения развития предпринимательской деятельности и сезонной социализации. Рисурсная подсистема. Видите, да? Рисурсная подсистема. Здесь вы отмечаете инкубанция, цифровая циверация, цифровой консалтинг. Вот в чем, что вы удовлетворяете под инкубацией? Это те самые бизнес-инкубаторы? Если да, то в чем альгинарность вашего предложения? И на каком уровне они будут функционировать? Вы в докладе отмечаете, что это муниципальный уровень где-то. И сразу же источники финансирования тогда. Я благодарю вас за вопрос. Да, если мы рассматриваем интересные факторы, как инкубация, цифровая циверация и цифровой консалтинг в нашем исследовании, как вы правильно подметили, мы в первую очередь делаем акцент на инкубаторах на базовом муниципалитете. Что нам это дает? Это нам дает прямой легкий доступ к предприятиям и мотивации данного муниципального муниципалитета, как инкубаторам. То есть инкубаторы на региональном уровне, если мы рассмотрим на региональном уровне, не муниципальном, мы имеем больше поросхождения, больше условностей и как результат их меньшую эффективность, если мы рассмотрим самые... По инвесторам? Да, да, да. По финансированию, конечно, мы рассматриваем это как финансирование в счет региональных федеральных средств. То есть это в рамках программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Все верно, да? Да, да, все верно. Спасибо большое, Анатолий Алексеевич. Еще вопросы? Вопросы дает на миссии председателя Совета, доктора экономических наук Нижегородцева Роберт Михайловича. Спасибо, Наталья Александровна. Еще пару вопросов от Роберт Нижегородцева. Поначалу я хочу разобраться в том, что написано в таблице 1, в таблице 1, в таблице 1. Я не получил все-таки внятного ответа на вопрос о том, как получились эти столбцы цифры. В частности, столбец «Институциональная инфраструктура», параметр, который обозначен через X1. Вот эти вот цифры 46, 46, 41, 6, 70, 70, они как получились? Это результат каких-то измерений, вычислений, усреднений. Вот что это такое? Расскажите, пожалуйста. Благодарю вас за вопрос. И еще раз мы говорим про таблицу 1 и про таблицу 2 автореферата. Таблица 1 автореферата. Динамика параметров предпринимается к деловой активности. 1 с 11. Страница 1 автореферата, на основе которой подстроена была пополе висленная модель. О ней 1. Благодарю вас за вопрос. Для выполнения оценок влияния составляющих инфраструктурно-обеспечения на деловой активности предпринимательства установлена функциональная зависимость уровня активности предпринимательских структур от компонентов инфраструктурно-обеспечения на деловой активности, позволяющих на базе коэффициентов функциональных связей определить приоритетное направление модернации инфраструктурно-обеспечения. В рамках данной таблицы, данные брали по результатам мониторинга инфраструктурно-обеспечения на деловой активности и анализа компонентов в Республике Крым. А что за данные выбрали? Как цифры вот эти получились? Это результат усреднений каких-то или измерений чего-то? Вот эти цифры, пожалуйста, происхождение их отнесите. Данные цифры – это эстетические данные нашей инфраструктуры, которые мы проводили для проведения исследования. То есть вы сами проводили это исследование? Нет, это эстетические данные, на основании которых мы уже проводили… То есть эстетические данные чего? Это Росстат, это в основной половине. Что это такое? Это в том числе и Росстат, и Росмониторинг. Мы брали данные из открытых сообществ. Да, а потом, что с ними сделали с этими данными? Вот эти цифры как получились? За какой-то год, за такой год? Ну, собственно, сами отличальные данные по, если мы пойдем сразу по таблице, по институционной капитал и число предприятий – это, естественно, данные… Нет, нет, у меня интересует институциональная инфраструктура. Вот таблица, таблица, столбец, которая обозначена цифра X1. А, всё, принял. То есть мы говорим про последний столбик, институция информационной безопасности. Нет, институциональная инфраструктура X1. Таблица 1, столбец. Институциональная инфраструктура. Да, нет, нет. Вот эти цифры как мы же и приводы кадры. Данные по экономической инструктуре мы выводили из инвестиций основной капитала. Ну я понял, ладно. Скажите тогда, пожалуйста, может быть это вам как-то поможет, почему данные по этому столбцу из инфраструктуры, обозначенному через X1, в точности совпали с данными по кадровой инфраструктуре в столбце, обозначенной через X3. Один в один по каждому году совпали эти цифры. Как вы это объясняете? Такая литротика хитрая. Как это совпадение можно объяснить? Два разных литротика, почему цифры в точности совпали в этих двух столбцах. Есть какой-то комментарий на эту тему? Благодарю вас за вопрос. В данной таблице два значения. Инфраструктура и кадры в каких-то столбцах мы базировали на одних значениях. Это инвестиции в основной капитал. И да, на самом деле был цен на тему, потому что они получают идентичные значения. Понятен ваш ответ. Я просто замечу, что в регрессионной формуле, которую вы на основании этой таблицы выделили, эти центры при этих двух показателях X1 и X3, они радикально отличаются. Один из них улучшает положение дел, друг другу ухудшается, а один положительный, друг отрицательный и так далее. Второй вопрос у меня связан с рисунком 2 на странице 22 авторитератора. Рисунок 2. Вы прогнозируете данные по 2030 году, в частности данные по инвестициям в основной капитал. Скажите, пожалуйста, каким-то инхидным образом у вас получилось, что данные по инвестициям в основной капитал, которые, как я вижу, напоминают по фактическим данным, скорее перевернутую букву У, то есть они растут по 2018 год включительно, а затем в 2019 и 2020 они несколько снижаются, и в 2030 вдруг показывают какой-то невообразимый ротик. Что за модель такая? Она нигде не приведена у вас. Что за модель? Каким образом этот прогноз получишь? Как это получилось у вас? В рамках данного прогноза мы опирались на программу развития Республики Крым, на значение данных программ, которые приводятся от экономического развития Республики Крым. И за основу мы брали приводительные данные, к сожалению, других источников по прогнозированию мы не могли использовать, и опирались на основные официально открытые данные. Понятно. То есть этот прогноз, он как бы не ваш, а он основан на статистике прогнозной, которая... Да, 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 все верно, все верно. Я понял. Вы считаете, что на текущей программе исполняется довольно качественно, чтобы у нас не было причин не для этого. Не верить. Понятно. Тогда можем и последний вопрос. Вот в этой статистике, о которой вы говорите, там ведь переведены данные в текущие цены, не сопоставимые. Правда? Да, все верно. Я правильно понимаю, что вот в этом прогнозе, который у вас нарисован, на этом рисунке 2, у вас тоже цены не сопоставимые, а текущие? Правда? Да, они цены в текущей цены, если не учитывают, в смысле, про... Спасибо. Ваш вопрос, ваш ответ, кто непонятный. Спасибо большое. Уважаемые мужчины диссертационного совета, если вопросов больше нет, на этом вопросы закончены. Вы можете садиться, Владимир Ильич. Слово предоставляется научному руководителю соискателю Ервину Сергею Михайловичу, доктор Ильич Техналов, доцентка, профессор, руководитель экономики и предприятия, Крымского федерального университета, дни 12-го. Уважаемые коллеги, перед выступлением я хотел выразить благодарность председателю нашего диссертационного совета, доктору экономических наук, профессору Наталье Александровне Симченко, за внимательное, терпеливое отношение к диссертанту и нашему диссертационному исследованию. Также хотел сказать спасибо, выразить глубокую благодарность первому оппоненту диссертации, доктору экономических наук, профессору Кузьменко Ильи Геннадьевны, которая в условиях нашей, так сказать, авиационной блокады Крыма на поезде три дня практически ехала, добиралась до нас из Челябинска, и это единственное позволение провести наше сегодняшнее заседание диссертационного совета. Хотелось бы выразить тоже признательность и благодарность, уважение присутствующему здесь заместителю председателя диссертационного совета, единственному из членов нашего диссертационного совета, который смог приехать на заседание. Это не крымчанин, это Роберт Крымикович Нижегородсен, который вот тоже проявил такое достаточно активное внимание к нашему диссертанту. Актуальность темы нашего диссертационного исследования связана с тем, что на сегодняшний день развитие экономических отношений и экономический рост в Российской Федерации стали тесно связывать с развитием предпринимательской деятельности. У нас в Крыму доля занятых в субъектах малого предпринимательства, самозанятых составляет по разным годам до 60%. А бюджет Крымской Республики, Республики Крым, формируется до 78% из отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства. В данном контексте важное отношение играет роль инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в условиях, особенно в условиях организации экономики, которая у нас существенно отстает, по крайней мере, в всяком случае, от развития инфраструктуры в материковой части России. И поэтому решение данных проблем было направлено на исследование данного диссертационного исследования. Иван Викторович Капаенко обучался в аспирантуре нашего университета с 2018 по 2021 год. За кафедрой экономики предприятия он был закреплен в 2020 году. Это вызвало большие сложности для того, чтобы успеть написать кандидатскую диссертацию достаточно ограниченное время. Иван Викторович самостоятельно проводил все этапы исследовательского процесса, лично формировал и обрабатывал психологический блок исследований, принимал активное участие в формулировании гипотинских исследований, самостоятельно разрабатывал практические рекомендации и организационно-методические положения по совершенствованию перспективных направлений устойчивого развития предпринимательских единиц Республики Крым. Он лично участвовал в апробации внедрения результатов своих исследований. Это свидетельствует, что Иван Викторович сформировался как ученый с высоким потенциалом исследователя, способного на решение сложных экономических проблем. Научные результаты, изложенные в диссертационной работе, апробированные в научных публикациях в открытой печати и внесенные на защиту, полученные им самостоятельно. Общая обоснованность положений, выводов и рекомендаций соискателя удостоверяется грамотной формулировкой темы, четкими целями и задачами, обоснованным объектом и предметом исследования, научной и новизной, теоретической и практической значимостью, применение передовых методов в аналитическом исследовании, интересном построении диссертационной работы и множественной апробации научных результатов. Научная новизна результата диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании научно-методических подходов к развитию его предпринимательской деятельности на основе совершенствования структуры инфраструктурного обеспечения в условиях цифровизации экономики. Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, что в ней уточнены и теоретически обоснованы базовые составляющие устойчивого развития предпринимательской деятельности и ее институциональные компоненты. В результате проведенной работы были сформулированы теоретически значимые выводы и предложения по развитию системы институционального инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности Республики Крым. Практическая значимость состоит в разработке практических рекомендаций, позволяющих решать ряд проблем формирования администрационно-хозяйственных основ развития предпринимательства. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ общим объемом 8 печатных листов, автору лично принадлежит почти 69 печатных листов. В специализированных и рентгензированных научных изданиях, рекомендованных в акт Министерства науки и высшего образования РФ, опубликовано 6 статей объемом 4,62 печатных листа, автору принадлежит 2,6 печатных листа. Кубликации материалов на научной конференции 10 на 3,5 печатных листа, автору принадлежит 2 печатных листа. Общий, по моему мнению, что диссертационные исследования КПНК и Ивана Федоровича на тему развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности на материалах РФ соответствует требованиям предъявляемых в акту Министерства науки и высшего образования РФ кандидатским диссертациям по экономическим наукам в соответствии с положением по порядке присуждений ученых степеней утвержденных постановлений правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, номер 842, является законченной системой научно-исследовательской работой, содержащей новые решения важной задачи. А ее автор КПНК Иван Викторович заслуживает представление ученых степени кандидата экономических наук по специальности 0800E экономики управления народным хозяйством и экономики управления. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Уважаемые члены диссертационного совета объявляются технически преды. 10 минут. Уважаемые коллеги, мы продолжаем наше заседание. Ждем еще одного членов света. Так, все на месте. Слой предоставляется ученному секретарю совета Павленко Ирина Геннадьевна для оглашения заключения организации, где выполнялась диссертация, содержание отзывов ведущей организации, а также отзывов, которые поспитывают или на актере ФИЛа. Спасибо. В заключении организации, где выполнялась работа Крымской федеральной университет имени Геннадского, даются характеристика соискателя, диссертационные работы и личного вклада соискателя, научной новизны и публикации автора. В диссертации КПНГ Ивана осуществлено теоретическое обобщение и реализованное инновационное решение научно-практической проблемы развития и роста доходов у предпринимательских структур на основе рационального формирования и на доказательстве инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, его функциональной составляющей ở 천ание уровня инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности Республики Крым. Работа является самостоятельной, законченной, оригинальной научно-исследовательской. Научная новизнасная получена в результатах заключается в разработке и обосновании научно-методических подходов к развитию предпринимательской деятельности на основе совершенствования инфраструктуры обоснованной цифровой 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 циф Продолжение следует... 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 При выборе цифровых составляющих инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в секторах экономики было бы целесообразно сформулировать основания для сравнения и аранжирования таких составляющих. Также хотелось бы уточнить, как меняются цели предпринимательской деятельности с учетом новых современных реалий, поскольку цель инсультации связана с развитием предпринимательской деятельности, а в акте реферации этот вопрос не раскрыт. Второй. Сибирский федеральный университет, город Красноярск, профессор кафедры экономики и планирования, доктор экономических новок Доксен Жеронкин Сергей Александрович, указывает на такие замечания. В акте реферации к облице 2 представлены исходные расчетные данные по инсперсионному анализу при использовании современной системы информационно-коммуникационной инфраструктуры предпринимательской деятельности в республике Крым, который показан на планетах 12-13 акте реферации. Величина среди квадратичного отклонения в размере 15,8 отражает изменяющийся уровень обеспечения системы информационно-коммуникационной инфраструктуры предпринимательской деятельности и доведения ее до уровня плюс-минус 47,6. Однако, не дано обоснования полученного результата. Неясно, каким образом может быть осуществлен прогноз в уровне использования информационно-коммуникационной инфраструктуры при активистическом и пессимистическом сценарии развития ситуации. Не показаны значения прогнозов на перспективу. Третий автор акте реферации Уральский юридический институт МВД России в городе Крым, профессор карты социально-экономических дисциплин, доктор экономических наук, профессор Астратова, Талина Абразимовна, указывает на замечание. В акте реферации они получили должного освещения результаты анализа инфраструктурного обеспечения развития фикмальских деятельностей, представленные нами другими исследователями как в России, так и за рубежом. Мы полагаем, что такой анализ позволит бы сопоставить предложенные автору научно-экономические положения с существующими разработками в данной предметной области. В диссертанте представлен организованный экономический механизм инфраструктурного обеспечения развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации. Рисунок 1, страница 20. Однако, не указано, каковы будут основные результаты, которые предполагаются достигнуть в результате его внедрения в практическую предпринимательскую деятельность. Четвертый отдых. Кубанский государственный университет в город Краснодар. Кандидат экономических наук, доцент, заведующий капитал экономики и управления инновационными системами, Литвинский Кирилл Олегович, указывает на такие замечания. Во второй операции не отражен детальный анализ проблем развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности Республики Крым, а также медвестные перспективные пути их решения. Пятое. Керченский государственный Московский технологический университет в городе Керчь, проректор по научной работе, профессор капитал экономики и гуманитарной дисциплины, доктор экономических наук, доцент, заведующий капитал экономики и гуманитарной дисциплины, кандидат экономических наук, доцент, пропагатор Виктория Викторовна, указывает на такие замечания. Из текста реферата неясно, каковы региональные отлучительные особенности с моделированной системой, предназначенные для ранжирования факторов, которые ограничивают инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности. Шестое. Братский государственный университет, город Братск, заведующий базовый капитал экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, профессор Чертова Марина Ивановна и доцент базового капитал экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, Русевич Елена Владимировна, указывает на замечания. В автоиграте дано обоснованное авторам структурно-компонентное изменение потенциала развития инфраструктурного обеспечения в системе поддержки предпринимательской деятельности в региональном измерении за 2020-2016-2020 годах. Однако им не представлен математический аппарат, на основе которого проведен расчет интегральных индексов уровня развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. Седьмой отзыв. Приятный государственный национально-середческий университет, город Пермь, заведующий капитал учета, аудита экономического наук, доцент Городилов, Михаил Анатольевич, указывает на такие замечания. Содержание предпринимательской деятельности в условиях развития цифровой экономики и сущностная характеристика теоретикой методологических подходов, формирование инфраструктурного обеспечения развития предпринимательской деятельности раскрыты в недостаточном полу. Восьмой отзыв. Забарикальский государственный университет города Читак, профессор кафедры экономики и губалтерского учета, доктор экономических наук, доцент Городкова Светлана Александровна, указывает, изучая подходы к анализу реализации инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности и ее особенности в условиях цифровизации, актуальна проблема, связанная с воздействием ненадлежащим образом подготовленной системы ее инфраструктурного обеспечения, которая приземна предпринимателем предлагать необходимые ресурсы, страница 10. Это было бы пояснить, как данные проблемы повлияли на прогнозирование обеспечения устойчивого захода у предпринимательских структур. Кроме того, необходимо пояснить влияние цифровых систем и коммуникации сетевого типа на прогнозирование обеспечения инвестиций в основной капитал предпринимательских структур Республики Крым, страница 22, на период до 2020 года. Девятый отзыв Южный федеральный университет, Институт управления экономических и экологических социальных систем, город Таганок, профессор карты в экономике предприятия Павлов Павлов Владимирович, указывает на такие замечания. Автор на странице 11, таблица 1, представил динамику параметра прогнозирования деловой активности и развития типов инфраструктуры, предпринимательской деятельности Республики Крым за период 2014-2020 год. Следовательно, основные результаты получены в ходе регрессионного анализа, которые отражают степень влияния выборных факторов X1, X2, X3, X4, на реактивную параметру деловая и предпринимательская активность Y. Также можно отметить, что из-за корректора не совсем понятно, чем обусловлен выбор пяти отдельных составляющих элементов инфраструктуры предпринимательской деятельности. У меня все, спасибо. Спасибо большое, Елена Геннадьевна. Слово для ответа на замечания, высказанные отзывы ведущей организации и отзывов, которые поступают в Казахстан, предоставляются в связи с Батчином. Ивану Викторовичу Попоевку. Благодарю за отзывы. Инициирует эффективные структурные изменения в системе хозяйствования. Предпринимательство создает условия для принятия инфраструктурных решений с целью эффективного использования инсультанторского потенциала. Предпринимательство способствует развитию научно-эффективного прогресса и обеспечивает эффективные механизмы хозяйствования. В ответ на второй вопрос. Определение компонентов уровня развития потенциала путем выделения показателей, отражающих в состоянии отдельные компоненты структурного обеспечения развития предпринимательства и составления математического описания зависимости выбранных индикаторов от показателей других компонентов и времени. Анализ количественных параметров развития структурного обеспечения предпринимательской деятельности в регионе с помощью коэффициента обеспеченности. И определение интегрального индекса уровня развития структурного обеспечения, предпринимательской деятельности регионов. Форму мы приводили на слайд 19. В рамках данной работы делался упор именно на изучение темы в рамках материалов республики Крым. С учетом растущего санкционного давления, опыт республики Крым становится релевантным и актуальным. С остальными замечаниями по отзыву личных институтов мы согласны. Отвечая на отзыв от Станзо Галины Владимировны из Украинского и Ереческого института МПД России, я хочу сказать, что реализативность функционирования и реализации предложенного нами организационно-технического механизма соответствует для устойчивого развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, предусматривает получение трех групп результатов. Первое – это экономический, обусловленный природой предпринимательства, его нацеленности на одиннадцатый результат, который мы сказали, с укреплением предпринимательства как социально-экономического явления и формированием его нового варианта социального предпринимательства. Социальный, связанный с изменениями мировоззрения предпринимателей как личностей и членов общества. И экологически, обусловленных их массовой переориентацией на инновационную активность социального предпринимательства. Далее, отчаясь на отзыв Желомовне Сергея Александровича из Сибирского федерального университета, хотел бы сказать, что обоснованный коэффициент вариации, примерно 47,6%, дал возможность прогнозировать уровень использования информационно-коммуникационной инфраструктуры при оптимистичном и при пессимистичном сценарии развития ситуации. Обоснованный коэффициент вариаций в дальнейшем позволит прогнозировать уровень использования информационно-коммуникационной инфраструктуры, которая составляет в пессимистичном сценарии 48,76%, а при височном сценарии 17,01%. Отвечая дальше на отзыв Летинского Кирилла Олеговича от Кубарского стартового университета, хотел бы отметить, что проблемы развития концентрационного обеспечения развития педагогической деятельности в Крыму в результате проведения наших исследований могут быть рассмотрены и решены на основе проведения системного анализа характеристик инфраструктурного обеспечения педагогической деятельности в регионе. В его основу положен анализ образовательных связей между параметрами основных компонентов, которые могут пособствовать решению проблем развития педагогической инфраструктуры в Крыму, таким как информационно-конституционный, инновационный, экспериментно-технический, маркетинг-финансово-кредитный, юридический счет прав и интересных предпринимателей. В ответ на замечание Лобуна Натальи Анатольевны из Крымского государственного Басково-технологического университета хотел бы сказать, что выявленные нами факторы дифференцированы по четырем основным группам. Факторы, которые ограничивают и замедляют общий транс развития предпринимательства в целом и инфраструктура его обеспечения в частности. Идентификация проблем, ограничивающих предпринимательскую деятельность, проведена экспертным методом в виде опроса 50 предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые отметили совокупные позиции снижения, снижающие как предпринимательскую активность, так и предпринимательскую доходность. Так, в целом, в стране, как и инфраструктура, и более ограничивающие влияние на структурное обеспечение и, прежде всего, на финансово-хозяйственную деятельность предпринимательской структур, оказывают такие факторы, как высокий уровень клини-конкуренции, неразначных технологических систем и экономических потребностей спроса, высокий уровень физка и долговых платежей, высокая сцена инфраструктурно-технических ресурсов, трудности в осуществлении инновационных проектов, недостаток финансирования, недостаток проектированных рабочих и слабой систем подготовки и переплодготовки кадров. Далее, отвечая на отзыв Чиркина Ивановны из Братского государственного университета, хотел отметить, что предмет нашего исследования специально на региональном уровне Республики Крым, а не на муниципальное образование. Акцентрение на уровне Республики Крым предоставлено от общественной палаты Республики Крым, которой предоставлены полномочия по организации обсуждения честно значимых вопросов по проведению общественной экспертизы законопроектов и на муниципальных актов органов искусственной власти по организации общественного мониторинга в реализации цельных программ. В дальнейшем наших исследованиях будем включать акты и от муниципалитетов. Чиркина отзыв Аленкова Игоря Анатольевича из Санкт-Петербургского государственного университета предмет, что для проведения системного анализа нами определены системы зависимых и независимых показателей в цифровом составляющих инфраструктурное обеспечение предметской деятельности к зависимым показателям нами эти показатели подсистемы цифрового предпринимательства, такие как предпринимательские инфляционные риски, гибкие предметические структуры, использование технологии обработки и анализов базы данных, лояльность предпринимательских структур к цифровой платформе. В качестве независимых предметов были приняты критерии инфраструктуры безопасности, показатели производственно-технической инфраструктуры, информационно-коммуникационной системы, показатели технической инфраструктуры, как совокупные расходы научно-исследовательские и опытно-центрические работы, и показатели инфраструктуры, это электронные проекты. Итак, для получения научно-обоснованной цифровой достойных результатов в исходные расчеты нами включены фактические данные за период 2014-2020 год и поднёжные параметры за 2020-2020 год. В ответ на отзыв Городилова Михаила Антмаревича из Пьерского государственного национального исследовательского института, я хочу сказать, что действительно в астреферате некоторые вопросы задрогнуты незначительно из-за ограниченности возможностей, которые предоставляет формат астреферата. В первой главе раскрываются более детально указанные вот две аспекты. Например, пункт 1.1 раскрывает содержание обеспеченности деятельности в условиях цифровой экономики. Пункт 1.2 приводит, срешивая характеристику технических походов к формированию структурно-обеспечения развития и произвести деятельности. В ответ на отзыв Городилова Светланы Александровны за Байкальский государственный университет, я хочу обратить, что в работе продемонстрированы основные прогнозные сценарии фензенции изменения предпринимательского дохода до 2030 года в условиях цифровизации социальной экономической жизни республики. Данные указывают на перспективную власть общественного дохода предпринимательских структур более чем на 6% по сравнению с периодом 2014-2020 год за счет внедрения цифровизации или же снижения этого, кстати, на примерно 23% до 2035 года по отношению к период 2014-2022 года при негативном развитии событий. Отличение отзыва Павлова Павла Владимировича из Южного федерального университета. Хотел бы сказать, что в данном комментарии верно замечено, в данной публице нами указаны данные только за период 2014-2020 года, позволяющие сделать предварительные выводы о наблюдаемом сильном отставании один из определенных элементов инфраструктуры предпринимательской деятельности. Исследования экономического роста по региону Брэк показали, что экономия Крыма вошла в число лидеров по росту всех основных секторов экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность, строительство, прочая торговля и платы на население. Что мы считали в институте комплексов стратегических исследований. Рост обеспечили крупные структурные проекты и эффекты английской базы. Однако по уровню деловой активности в сфере цифровой экономики Крым занимает только 39-е место в России среди всех регионов страны. 19-е место по обеспеченности социальной ориентированности бюджетной инфраструктуры, 60-е место по инфраструктуре обеспеченности социальной деятельности. В то же время Республика Крым занимает последнее, 83-е место по уровню информатизации. По уровню деловой инфраструктурной активности занимает 84-е место с уровнем инфраструктурного потенциала 1,57 и высоким инфраструктурным риском 0,57. Благодарю вас. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы приходим к публичной дискуссии. Слово для оглашения отзыва предоставляется официальному оппоненту Кузьменко Юрий Геннадьевне, доктору экономических наук, доценту, профессору, кафедрированной национальной южно-уральского государственного университета, национальный северный университет. Прошу вас, уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета. В первую очередь разрешите выразить свою благодарность за приглашение поработать оппонентом в вашем совете. Для меня это действительно большая честь представлять научное общество Южного Урала в Крымском федеральном университете. Большое спасибо за доверие. Официальный отзыв оппонента положительный, он оформлен по всем требованиям, представлен в совет вовремя. С вашего позволения, я не буду зачитывать его полностью, но остановлюсь на тех моментах, которые меня, как оппонента, особенно заинтересовали в работе. Первое. Это актуальность работы. Соискателям проанализировано более 180 источников, и для кандидатской диссертации это действительно значимое число. И судя по публикациям автора, у работы, у исследования очень достойная глубина. Это с 2018 года 5 лет составляет. 5 лет назад, начиная свое исследование, наверняка ни соискатель, ни его руководитель, и, наверное, и мы с вами не могли предположить, какие события мирового масштаба развернутся в этом году. И в этой связи надо отдать должное и соискателю, и научному руководителю. Вот я считаю, что это называется научное чутье, потому что понять, предвидеть, что будет в науке актуальным спустя несколько лет, это действительно нужно обладать определенными качествами исследователя. И особенно, что сегодня актуально в науке. Так вот, что, первое, малое и среднее предпринимательство, предпринимательская деятельность, чему посвящена диссертация. Президентом Российской Федерации определены стратегические задачи. К 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП должен примерно приблизиться к 40%. Ну вот я смотрела статистику свежую. Во-первых, свежей статистики нет, только 2020 год. Это 20%. По оценкам некоторых специалистов, все-таки в предыдущем году, в минувшем году цифра составила 25-26%. Но это непроверенные данные. Но как этого добиться? Вот в каком направлении развиваться? Это как раз-таки один из ответов содержится в диссертации Кабаенко Ивана Викторовича. Второй момент – это цифровая экономика. Только в этом году правительством Российской Федерации создан целый пакет документов нет по поддержке отечественной IT-сферы. Но соискателя, опять же, уже в диссертации отражен и этот момент. И это очень и очень, на мой взгляд, ценно. И вот такое взаимопроникновение, взаимодополнение двух сфер, то есть предпринимательство цифровой командыки – это как раз-таки сверхактуальная тема на все последующие годы в том числе. Мне очень понравился вопрос Людмилы Михайловны Борщ. Если позволите, я немножечко… личный такой пример, пример из личной жизни. У меня зять работает в IT-сфере, его головное предприятие находится в Москве, он сам находится физически в Челябинске. Сотрудники компании – это Исамара, это Иркутска, это Новосибирск по всей стране буквально – и занимаются разработкой вот таких вот интеллектуальных продуктов. Мне кажется, что как раз-таки некое отражение в работе тоже прозвучало у Ивана Викторовича, потому что высокий уровень сезонности, каким образом можно снизить, да, и привлечь финансирование бюджетное и финансирование частное, создавать IT-компании в Крыму, и ничего не будет влиять на сезонность. И вот я считаю, что действительно диссертационное исследование КПНК Ивана Викторовича, оно сегодня, ну знаете, как вот прям в десятку. Тема очень актуальна и будет актуальна еще многие годы. Второй момент, что… несколько слов о самой научной новизне. Меня как оппонента в работе заинтересовала четкая структура диссертации. Поверьте, что это встречается достаточно редко в работах. Вот диссертация выстроена таким образом, что каждый предыдущий пункт научной новизны, он раскрывает и необходим для последующего. То есть четкая логическая цепочка. В теоретическом плане важно было раскрыть авторское понимание инфраструктурного обеспечения развития предпринимательской деятельности именно в условиях цифровизации. То есть мы собираемся что-то развивать, но какое мы вкладываем значение, что мы понимаем под инфраструктурным обеспечением, на мой взгляд, это надо было действительно в самом начале расставить точки над «и». И автор раскрывает содержательные характеристики, это очень важно, и дальше опираясь на них проводит анализ. От составляющих инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности далее установлена функциональная зависимость, позволившая автору определить направление модернизации инфраструктурного обеспечения. Каждое авторское умозаключение или каждый вывод, он опирается на расчеты. И это еще один большой плюс вот этой диссертации. И, конечно, я считаю, что кульминацией в работе является организационно-экономический механизм инфраструктурного обеспечения, хотя тоже вопросы по нему были, но он отражает и переход к цифровым технологиям, и, что немаловажно, обеспечение дохода малому и среднему предпринимательству. Это очень важно. В завершение этой части хотелось бы еще добавить несколько слов, что мне, в общем-то, доводилось работать во многих советах, это и в самом Челябинске, и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге. И в основном требования к диссертациям кандидатским это три пункта научной новизны, а в докторским пять пунктов научной новизны. Ну вот, диссертационное исследование Капаенко Ивана Викторовича с его логично выстроенными, с научно обоснованными пятью пунктами научной новизны, я считаю, обладает коэффициентом запаса 10. Что касается замечаний и вопросов, они, конечно же, есть, но вызваны они больше, наверное, сверхактуальной направленностью самой работы. Первое. На наш взгляд, в пункте 1.2 диссертационной работы при изучении инфраструктурной поддержки бизнеса было бы целесообразно представить анализ государственной политики зарубежных стран и программ поддержки, реализуемых в данном направлении, если, конечно, таковы имеются. Второе замечание или второй вопрос. На рисунке 1.4 автора в перечень инфраструктурных секторов экономики непроизводственной сферы включена строительная отрасль. Вот в чем состоит причина такого выбора со стороны автора, хотелось бы услышать пояснение. Третье. Автором заявляется проведение исследования на материалах Республики Крым. На наш взгляд, если бы в работе прозвучало, каким образом результаты работы приемлены и для других регионов Российской Федерации, это тоже бы усилило работу. Четвертое. В пункте 3.2 приводится план реализации стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. На наш взгляд, следовало бы отразить, как авторские предложения соотносятся с положениями указанной или разработанной стратегии. Пятое. В пункте 3.3 диссертационной работе проводится составленная автором система прогнозирования предпринимательства в разрезе программ социально-экономического развития Крыма. Считаю, что можно было бы отразить некоторые вещи как внешнеэкономические факторы в рамках данной системы. Указанные нами замечательные вопросы не снижают общей теоретической значимости и практической ценности представленного диссертационного исследования. Диссертация Капаенко Ивана Викторовича на тему развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в условиях цифровизации на материалах Республики Крым выполнена на достаточно высоком научном уровне, обладает актуальностью, научной новизной, теоретической и практической значимостью. Диссертация является самостоятельным и завершенным научным исследованием, направленным на решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития экономики страны. Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 08005 экономика управления народным хозяйством экономико-предпринимательства пункты 83 и 87, соответствует положению присуждения ученых степеней и ее автор, это Капаенко Иван Викторович, заслуживает присуждения в ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08005 экономико-правления народным хозяйством экономико-предпринимательства. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Елена Геннадьевна, за Ваши обстоятельства, подготовленный конструктивный отзыв. Слово для ответа на замечания, задержащиеся в отзыве официального момента, предоставляется за исключением. Благодарю Вас за такой развернутый отзыв. Отвечаем на замечания на физическом отзыве. Хотел начать с замечания номер два. В данном контексте речь идет об инфраструктуре предпринимательства, именно добывающей промышленности, то есть создании инфраструктуры, обеспечивающей добывающую и обрабатывающую промышленность. Поэтому строительство мы включили в блок обеспечения промышленности инфраструктуры. Отвечая на замечание четыре, требуется сказать, что система прогнозирования предпринимательства в разрезе программ социально-экономического развития, которая приводится в данной работе, составлена для прогнозирования в рамках Республики Крым. Но данная система учитывает исчерпывающее количество факторов, чтобы использоваться для других регионов. И отвечая на замечание номер пять, как говорится, стратегия является самодостаточной и головной программой социально-экономического развития Республики Крым. В основном нашего исследования хочу добавить, что разработка кондиционно-экономических механизмов развития предпринимательности в условиях цифровизации, опираясь на лучшие практики, учитывая отсутствие идеального пототипа, показало, что такой механизм целесообразно разрабатывать, сочетая потенциал знаний и возможности цифровой технологии. Это предлагается сделать путем создания цифровых платформ предпринимательства, формирования функционала их сервисов, доступных предпринимателям и их партнерам в восточном режиме 24 на 7. Главным пользователем этой платформы является самозанятые лица, микро- и малое предпринимательство. Для этого нужно исследовать их потребности, проблемы и становление развития. С остальными замечаниями мы согласны. Благодарю вас. Спасибо. Принимаю внимание, что второй момент официальный по диссертации Завьялов Дмитрия Вадимович отсутствует по уважительной причине, есть поступившее от него письмо. Я попрошу ученого секретаря совета Павлину Галину Геннадину зачитать отзыв официального оппонента Завьялова Дмитрия Вадимовича, поступившего на диссертацию как один по Ивану Викторовичу. Актуальность темы диссертационного исследования. В экономических исследованиях российских ученых в настоящее время делается акцент на оценку воздействия предпринимательской деятельности на развитие общества. Возвращение циклализации экономики и организация предпринимательской деятельности требует углубленного системного изучения и развития ее инфраструктурного обеспечения, что связано с важностью влияния материальных объектов инфраструктуры, цифровых технологий на получение дохода и обеспечение вклада в информацию в ОВП страны. Это подтверждается в Национальной программе Центральной экономики Российской Федерации, в которой указано, что данная развития инфраструктуры предпринимательства должна быть улучшена ситуация, связанная с низким уровнем применения цифровой технологии бизнес-структурами, обеспечено развитие цифровой инфраструктуры и проведение цифровой инфраструктуры бизнеса. В работе представлены две metodanderские положения, практические рекомендации, направленные на обеспечение устойчивого развития, предпринимательства структурно- основе инфраструктурного формирования, экстревизация инфраструктурного обеспечения с фельдмальской деятельностью и его функциональной составляющей. В ходе исследования проведена оценка сформированности уровня инфраструктурного обеспечения фельдмальской деятельности в связи с этого актуальности темы исследований Капаенко Ивана Викторовича и ее практической значимости. Ситуационная работа представляет собой возвышенное научное исследование, в основу которого положен указ президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Кроме этого, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» на период до 2030 года, «Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года», другие нормативно-правые документы в области регулированной мастерской деятельности, а также научная публикация российских и зарубежных экономистов, собственные расчеты автора. Результаты базируются на большом количестве теоретического и эмбрического материала. Концептальное положение мировых школ развития предпринимательства и отечественного развития республики Крым. Поставленная цель диссертации в полной мере реализована в выполненном исследовании. Полученные выводы и рекомендации по результатам проверенной научной работы аргументированы и способствуют повышению качества инфраструктурного обеспечения республики Крым на основе выявленных закономерностей взаимосвязей и особенностей. Задачи, решаемые в работе, взаимосвязаны и обеспечивают достижение целей в рамках исследования. Обоснованность подтверждается применением современных методов организации проведения научных исследований. Работу, отличая, генеологика достаточно высоко аргументирована с основных положений и выводов. Резонат исследования базируется на большом количестве теоретического и абсолютно амптического материала. Полученные выводы и рекомендации по результатам проведенной научной работы аргументированы и способствуют повышение результативности развития предмассивной деятельности Республики Крым на основе формирования устойчивой инфраструктуры, предпринимательства, взаимодействия и цивилизации. Работа свидетельствует, что авторы исследования подготовлены, квалифицированы специалисты, способны решать сложные экономические задачи. Достоверность положений и выводы по рекомендациям подтверждаются апробации на научно-практических конференциях международного, всероссийского регионального уровня публикаций на результатах научных журналов и изданий. По теме опубликовано 16 научных работ, из них 6 публикаций рецензированных в научных журналах рекоментированных влах, 10 публикаций в других изданиях. Основные результаты исследований приняты в внедрении общественной палаты Республики Крым о профессионалах, отдельные результаты использованы в учебном процессе института экономики и управления. При преподавании курса экономика фирмы продвинутый уровень, актуальные проблемы развития народного хозяйства по направлению подготовки экономика. Научная резина полученных результатов заключается в разработке и обосновании научно-медицинских подходов к развитию психоматической деятельности, на основе совершенствования структуры, гибраструктурного обеспечения в условиях централизации. Наиболее значимые результаты исследования стоят в следующем. Первое. Представленные обоснованной сущности на содержание инфраструктурного обеспечения длительной майской деятельности в условиях централизации, основывающейся на выделении содержательных характеристик предмайской деятельности, страница 21-22, отрегающих цифровые интерактивы с совершенствами структуры инфраструктурного обеспечения, таблица 1-3-7-29. На основе структурного компонента анализа соответствия потенциала развития инфраструктурного обеспечения в системе поддержки предпринимателей с полис уроком в 4. Enter 34. Второе. Для выполнения проекта влияния составляющих инфраструктурного обеспечения на деловую активность предпринимательства, условно функционально destiny вызвать component. Инфраструктурного обеспечения, т.е. принимательской деятельности, таблица 2-3-58, позволяющая на базе коэффициентов функциональных связей, страница 60-62, А при этом направлении модернизации инфраструктурного обеспечения и его перспективного использования для развития крупной деятельности страницы 62-66. Третье. Идентифицированный доминант инфраструктурного обеспечения, ограничивающий развитие крупной деятельности, осуществляла и коричневая оценка. Таблица 2.8.3.70 и ранжирование с помощью модернизированной матрицы смежности параметров фактора роста инфраструктурного обеспечения. Таблица 2.18. Страница 87. Это позволено выделить проблемные зоны, придерживая перспективные пути их разрешения. Таблица 2.19. Страница 88.89. Спарганировать варианты модернизации ресурсной инфраструктуры предпринимательства с учетом цивилизации и региональной специфики. Таблица 2.20. Страница 90. Четвертое. Реализация научно-методического подхода к оценке инфраструктурного обеспечения и развития предпринимательства на базе исследования уровня потенциала инфраструктурного обеспечения и предпринимательской деятельности. Таблица 2.23. Страница 94. По критериям многомерной оценки. Позволяет выполнить структурно-компонентный анализ составляющих инфраструктурного обеспечения и развития предпринимательской деятельности. Рисунок 3.5. Страница 121. Который направлен на поддержку предпринимательской активности и переход к цифровым системам и коммуникациям сутилового типа. Рисунок 3.2. Страница 112. Что позволяет согласно моделям прогнозирования и инфраструктурного обеспечения и контролировать преимущества предпринимательских структур, повысить уровень их доходности и социально-экономической ответственности. Таблица 3.1. Страница 118. Рисунок 4.1. Страница 118. Автор выделил элементы научной резны, положение выносимое на защиту, теоретическую и практическую значимость исследования. В первой главе «Теоретические основы формирования инфраструктурного обеспечения и развития предпринимательской деятельности» Авторы исследуют сущность на содержание предпринимательской деятельности. Эти концептуальные подходы к формированию инфраструктурного обеспечения и развитию предпринимательской деятельности раскрывают мощный методический подход к оценке потенциала развития инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. Во второй главе оценка влияния инфраструктурного обеспечения на развитие предметской деятельности на материалы Республики Крым проведет мониторинг состояния инфраструктурного обеспечения предметской деятельности, а с в шестом мониторинг состояния инфраструктурного обеспечения предметской деятельности проанализирован уровень развития инфраструктурного обеспечения предметской деятельности в региональном измерении. В третьей главе «Стратегические приоритеты модернизации инфраструктурного обеспечения и развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации выделены приоритетным направлением цифровой трансформации, разработан предложенный инновационно-организационно-экономический механизм инфраструктурного обеспечения и развития, проведено прогнозирование развития предпринимательской деятельности на основе цифровой модернизации инфраструктурного обеспечения». В заключении, сформированный вывод для авторских рекомендаций, представлен в первичном сокращении список литературы, составление актов в условительном порядке, приложение, киево, длительность с расчетными данными. Текст диссертации изложен научным языком. Теоретическая значимость результата состоит в разработке научно обоснованных подходов к формированию инфраструктурного обеспечения, развития предпринимательской деятельности на основе развития положения теории предпринимательства, теории систем, теории фирмы. Текст диссертации системы предпадают насущность на содержание инфраструктурного обеспечения и развитие предпринимательской деятельности в условиях цифровизации, основывающихся на выделении содержательных характеристик предпринимательской деятельности, отражающих цифровые и противосовершенствованные структуры инфраструктурного обеспечения. Практическая значимость состоит в разработке механизма развития предпринимательской деятельности на основе подформенного развития структуры инфраструктурного обеспечения в условиях цифровизации, направленного на поддержку предпринимательской активности и переходу к сложным цифровым системам и сетевым коммуникациям. Внедление предложенного механизма на региональном уровне на основе проведения структурно-компонентного анализа потенциала инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности позволит повысить эффективность деятельности предпринимательских структур, что подтверждается экономическими результатами прогнозирования показателей развития предпринимательской деятельности в направлении повышения доходности предпринимательских структур в условиях цифровизации. Отмечая научно-методическую и практическую значимость результатов новизной работы, можно отметить, что, как и всякое исследование, данная диссертация содержит несколько дискуссионных вопросов. 1. Параграф 1.2. Автор формулирует концептуальную модель инфраструктурного обеспечения и развития предметской деятельности в условиях цифровизации. Рисунок 1.3, страница 28. На работе следовало бы отразить, можно ли считать данную модель исчерпывающей и возможно ли ее применение на практике с целью увеличения эффективности ведения предметской деятельности. 2. Параграф 2.1. Авторам предлагается механизм мониторинга состояния инфраструктурного обеспечения предметской деятельности. Автору следовало уточнить, насколько предложенный механизм является универсальным и применимым в других регионах Российской Федерации. 3. Диссертация одним из важных инструментов поддержки и развития предметской деятельности указывается создание инфраструктурной цифровой платформы в странице 108-110. 4. В работе не упоминаются цифровые существующие сервисы для предпринимателей, например, MSP.RF, Moizizness.RF, SMBP.RUV и не рассматриваются их опыт с очковой формирования экосистемы и влияния на развитие предпринимательских структур. 4. На рисунке 3.4. Спрос на информационные технологии и программное обеспечение для цивилизации деятельности предпринимательских структур Республики Крым 3.116. 5. Приправлен перечень основных информационных технологий, задействованных предпринимательской деятельности, следует уточнить, с чем связан столь значительный разрыв между спросом на разные технологии и какая динамика данных показателей ожидается в дальнейшем. При этом, отмечая, что дискуссионные вопросы, замечания не снижают научные ценности выполненного исследования и методологическое предпринимательское значение. Центрационные исследования Капаинка Ивана Викторовича на тему инфраструктурного обеспечения развития предпринимательской деятельности в условиях цивилизации на материале Республики Крым представляет собой законченную самостоятельную работу, в которой изложены новые научно обоснованные решения и разработки, выводы рекомендаций и предложения обоснованы, логичны, непротиворечивы, практически реализуемы, соответствуют требованиям новизме, актуальности и достоверности научного исследования. Работа, обладая внутренним медицинским, содержит новые результаты, положения, свидетельствуют о личном плате, авторам науки. Основные результаты, увлекованные в рецензируемых изданиях в достаточном объеме. Работа соответствует вас как ускорбленности, на 8-го разуме для экономики и управления народным хозяйством, экономика предпринимательства. Все выше и сложно для основания считать, что исследования соответствуют пункту 9 положения к рассуждению ученых степеней, подтвержденного постановлением правительства Российской Федерации, а и автор КПНК Иван Дмитриевич заслуживает присуждение ученых степени кандидата экономических наук по искомой специальности. Плоский Завьялов Дмитрий Вадимович, заведующий кафедру предпринимательства логистики, Российский экономический университет имени Дмитрифанова, кандидат экономических наук, ТЦ. Спасибо большое, Евгения Геннадьевна. Ответ на замечания, представленные в отзыве официального оппонента Завьялов Дмитрия Владимировича, представляется в связи с картином. Пожалуйста. Хотел бы поддериться за отзыв на муниципальную работу. И, соответственно, первое изначение, я хотел бы отметить, что, как и любая модель, созданная модель структурного обеспечения развития инвестиционной деятельности в условиях цифровизации, конечно же, имеет непосредственные допущения, упрощения и обобщения. Но мы считаем данную модель достаточно подсоверной для включения в работу в наши исследования и для рекомендации использования данной модели на практике. И в ответ на то, что я хочу сказать, что в рамках данной работы делается упор в первую очередь именно на изучение темы в рамках модели структурного обеспечения Крым. Но в связи с тем, что текущее растущее инвестиционное давление обеспечения Крым становится релевантным и актуальным и для других регионов Федерации. В ответ на четвертое замечание, я хочу сказать, что в этом развитии результаты анализа спроса на цифровые технологии и программное обеспечение по МФП в Крыму показали, что 71,8% составляет спрос на финансовые инструкции и интернет-продаж, 96,9% на инструкцию передачи и хранения информации, 55,9% на финансирование системы интеграции в цифровую технологию. Наименьший спрос составляет финансирование технологии виртуальной реальности, где-то примерно 1,9%. Именно такое прогнозное трансформирование и использование цифровой платформы и инструментов в деле на развитие информационного обеспечения предпринимательство позволит обеспечить наибольшее число ожидаемых положительных эффектов в институте региона. Благодарю вас. С остальными отзывами мы согласны. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, на этом выступления официальных документов окончены. Мы переходим к открытой дискуссии по защите Капаенко Ивана Викторовича. Мы желающим выступить, пожалуйста, слово предоставляет члену Совета и ключевых с вами. Уважаемые коллеги, мы сегодня рассматриваем диссертационную работу Капаенко Ивана Викторовича, написанную на, безусловно, актуальную тему «Инфраструктурное обеспечение развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации на материалах Республики Крым». Как справедливо подметила первый оппонент Кузьменко Юлия Геннадьевна, стратегические задачи, подобные поставлены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и правительством Российской Федерации о необходимости научных разработок для того, чтобы в условиях цифровизации развивался бы малый и средний бизнес. Соискатель справедливо и правильно обосновал предмет исследования, объект исследования, поставил и успешно решил пять задач. Необходимо отметить, что диссертационное исследование методически построено классически правильно. Основные положения, выносимые на защиту, он представил во время своей защиты, это и сущностное содержание инфраструктурного обеспечения развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации. Установлена функциональная зависимость уровня активности предпринимательских структур от компонентов инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. Обозначены и идентифицированы детерминанты инфраструктурного обеспечения, разработан научно-методический подход к оценке инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в условиях цифровизации и ее организационно-экономический механизм. Степень достоверности и акробации результатов исследования достаточно велика. Имеется выступление у него, что отражено и в автореферате, и в диссертации на многочисленных международных конференциях, всероссийских конференциях. 16 научных работ опубликовано, в том числе и в достаточное количество рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАГ Российской Федерации. Конечно же, вместе с тем, несмотря на безусловное достоинство работы и на соответствие ее в целом, положением ВАГ Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, к работам такого уровня, как и любая диссертационная работа, любое исследование, она также имеет и некоторые дискуссионные моменты и положения. В частности, я бы хотела отметить следующее. В таблице 4, представленной в автореферате, изложены детерминанты инфраструктурного обеспечения, ограничивающие деятельность малых и средних предприятий в Республике Крым в процентах от числа обследованных предприятий на конец года. То есть, соискатель сосредотачивает свое внимание в основном на проблемных факторах. Хотелось бы в результате, допустим, данной части исследования увидеть, в какой степени та или иная детерминанта соответствует риску, высокому, среднему или низкому риску, и также те проблемы, которые могли быть устранены с помощью тех или иных предложенных мероприятий. Также в других таблицах, например, в таблице 5, тоже отражены проблемы развития инфраструктурного обеспечения. Но вместе с тем можно было бы и показать те положительные моменты, которые способствуют Республике Крым развитию малого и среднего предпринимательства. В этом случае работа была бы более сбалансированной, если бы в акторе-реферате были отражены и эти моменты. В целом, делая положительный вывод, я призываю всех также проголосовать положительно за данную работу, поскольку она является завершенным научным исследованием. И в завершении своего выступления мне хочется также охарактеризовать Ивана как исследование, Ивана Викторовича как исследователя, поскольку он является выпускником аспирантуры Крымского федерального университета, который завершал свое исследование на кафедре экономики предприятия, на нашей кафедре. Иван пришел к нам с исследованием уже на четвертом курсе аспирантуры в связи с изменением места работы, в связи с уточнением темы исследования. И необходимо сказать, что это чрезвычайно трудолюбивый человек. Необходимо отметить то, что если в основном исследование посвящается фундаментальной проблематике, то в данном случае мы имеем дело с активным практиком, который сам трудится в бизнесе, и который, завершив аспирантуру и получив диплом преподавателя-исследователя, завершил свое исследование, применив его в практической деятельности, что сегодня является очень важным и не так часто встречается в практике защит диссертационных советов. Поэтому, тем более, это исследование приобретает ценность, прикладную является ценным. И еще я хочу поблагодарить семью Ивана за неизменную, которая присутствует здесь, за неизменную поддержку. И все мы знаем, как важно во время проведения какой-то серьезной работы, когда тебя поддерживают твои родные и близкие, поддерживают идеи, поддерживают трудоспособность, внушают волю к победе, а Иван как раз таки является выходцем из семьи исследователей, научных исследователей, известных деятелей в системе информационно-коммуникационных и телевизионных деятелей. Поэтому спасибо большое данной семье за то, что они не остановились на своих достижениях, а также поддержали и Ивана Викторовича в его устремлениях. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Петрович. Важаемые коллеги, кто еще хочет принять все участие в дискуссии? Да, пожалуйста, слово предоставляется Роберту Михайловичу Нижегородцеву. Спасибо большое, Александр Александрович. Я, прежде всего, хочу заметить, что данная работа посвящена, несомненно, актуальной теме, об этом говорили многие сегодня, и актуальность, конечно, вопросов здесь не вызывает. Это однозначно так. Другой вопрос, что не все заявки, которые прозвучали в теме диссертации, оказались должными реализованы, скажем, совершенно справедливо прозвучал вопрос по поводу того, объездить условия цифровизации, которые обозначены в теме диссертации. Что из этого соответствует условиям цифровизации? И мне кажется, что обвели вопросы, которые были заданы по этой работе, и разношаются от разнородных замечаний, которые прозвучали в отзывах, представленных на этой диссертации, они обусловлены, конечно же, не актуальностью поднятой диссертации проблем, а степенью обоснованности содержащихся вне результата. И вот она доставляет желать, на мой взгляд, много лучшего. И если мы вернемся к той же самой таблице 1, и сделанной ее снова регрессионной модели, с 12-го реферата, то сразу же обращайте себе внимание, что непонятно, каким образом появились цифры вот этой таблицы, непонятно, как они уследились, куда, что за то. И каким образом эта регрессионная модель вообще оказалась значимой, потому что на 5 параметров, 4, объясняющих перемены, 5 параметров, 4, объясняющих, нужно было бы минимум 15 наблюдений, на самом деле, для того, чтобы эта модель была в один. С другой стороны, слишком длинные временные реализии, делать тоже нет возможности, потому что условия предпринимательской деятельности меняются. И здесь нужно как раз пройти, вот там вылезли в битвы, когда, с одной стороны, модель должна быть значим, но с другой стороны, достаточно глубокими должны быть эти ряды статистических данных. Или, пусть это не прямые измерения, но хотя бы вычисления, но хоть что-то, которое свидетельствовало было о вкладе вот этих инфраструктурных элементов в структуру. Сама по себе проблема влияния инфраструктуры на структуру любой деятельности экономической, в том числе предпринимательской, она не является исключением. Это проблема очень дверь. И она добычно решалась и поднималась многими авторами. То есть в этом смысле работа Ивана Викторовича, она не является исключением. Она продолжает добрый снаряд тех работ, которые, как и за мной, все решаются. Но тот уровень обоснованности полученных им результатов, которые мы увидели в этой работе, он, конечно, в некоторых местах очевидным образом хромает. Вот, скажем, та же самая задача выявления, количественного выявления влияния инфраструктурных элементов на структуру, я бы зашел вообще с другого конца. И посмотрел бы отдельное влияние на инвестиции в астрон капитал, на объясняемые перемены, влияние каждой из этих инфраструктурных составляющих в отдельности. Для этого вполне достаточно длина временных рядов, и ничто не мешает посмотреть по каждой составной части инфраструктуры в отдельности. Но только в этих составных частях должны быть зашиты элементы цифровизации. То есть среди тех параметров, которые вы усредняете и взвешиваете, должны быть так или иначе вещи, связанные с цифровизацией экономики. И вот так даду, тема экзертации была понятна, когда бы она влияла совершенно другой смысл излучания. И нашла бы подтверждение в самом тексте диссертационной работы. Что касается прогноза, который сделан, вот тот самый рисунок 2, на странице 22, на рекордаторах. Прогнозы, которые сделаны по номинальным инвестициям в астрон капитал. Не реальным, не дефлированным там, а номинальным. Непонятно же, что прогнозирует так. Он прогнозирует реальные денежные потоки или он прогнозирует тэп инфляции. Давайте мы сделаем, чтобы инфляция у нас пошла с негативными шагами. И план Павалу будет выполнен. Крымстад наш не ошиблится. Да? В своих оценках. Понимаете, какая штука? То есть есть такие моменты, которые нужно было бы исключить. Что называется одним нажатием пальцев. И сделать, чтобы результаты содержащиеся в работе были более обосновы. Но в самой работе мы этого не находим. То же самое касается вот этого методического подхода, который автором разработан. Один из пунктов научной визы, который заявляет 23-й раз. Абсолютно правильно произвучал вопрос доктора Астратова, Галина Владимировна. Их подходов было очень много разработано. И время доказательства того, что сделан диссертантом подход лучше, лежит на самом диссертанте. Никаких сопоставлений. Мы здесь не в науке. Никаких сравнений, никаких отсылок к тому, кто раньше делал такие подходы. И чем то, что предлагали. Диссертант лучше, чем то, что делал диссертанте. С моей точки зрения, я, скорее всего, поддержу эту работу. Она в целом, не во всех гитарах, но в целом, она соответствует требованиям, которые предъявляются в пенедатском инстагнации. Но я хочу сказать, что в том виде, в котором мы сегодня эту работу наблюдаем, она не созрела. И пассаж научного руководителя, который говорит, что эта работа выполнялась в ограниченных временных условиях, мне не понятно. Положение присуждений не накладывает никаких ограничений на время подготовки диссертационной работы. Если не хватило четырех лет в аспирант, то и пусть десять лет работает. Столько, сколько нужно, столько и работает. Вот в том виде, в котором мы сейчас наблюдаем, эта работа не созрела. Она бы выиграла, если бы диссертант вышел с аналогичной работой. Натура самой темы сделана, ну скажем через годик. Она бы совершенно по-другому выглядела. И пункты нарезаны по-другому, вы были сформированы в ней. И, конечно, результаты получили бы другое обоснование. Вот. Поэтому я желаю вам еще продолжать усилия в этом управлении. И работать над этим у меня есть удовольствие. Спасибо. Спасибо большое. Кто еще желает выступить, пожалуйста, слово предоставляйте. Занесите для представителей Совета все присоединения. Спасибо. Спасибо, Александр. Эти манер будут предпринимательской деятельности, которую я представляю. Данная тема ввеска и интересна. Знакомилась, смотрела диссертацию и в том числе актер-реферат. Позвольте мне сказать свое мнение. В данном случае я скажу, что сформулированная цель, четкость ее формулировки позволила выделить те задачи, которые последовательно и логически ее раскрывают. Более того, я присоединюсь к мнению прозвучавшего уважаемого оппонента Юлии Геннадьевны, что актер-реферат четко структурирован. Эти задачи рассмотрены в содержании, также последовательно и напрямую связаны с формулировками выводов, которые жарко представляют данные результаты. Я задавала вопрос по проблемам инфраструктурного обеспечения. Иван Викторович отвечал. И вот хочу обратить внимание на то, где проблемы с его слов ранжированы. Да, это критические проблемы и менее значимые. Но, что характеризует работоспособность и продуктивность исследователя, не просто проблемы, не просто про ранжированные. А в данном случае предложены авторские способы пути реализации устранения этих проблем. И даже подготовлен неким пиличем о поддержке по этим направлениям, то есть достижении результатов по устранению продуктов. Следует отметить также организационно-экономический механизм инфраструктурного обеспечения, который сегодня я докладывал на средств суждаться. В первую очередь, это нацеленность на обеспечение условий устойчивого развития предпринимательских структур. Для республики Крым, в частности, условий вертиканализации. Вот эта пряда, которая вынесена в механизм, именно социальные, эколога и экономические, а не только на экономическом показателе, заслуживает поддержки и похвалы. Более того, представленные инструменты и функционирующие подсистемы нацелены на результаты. Эти результаты также выведены по соответствующей периоде экономические, социальные и экологические результаты. По прогнозу представленному хочу отметить, что завершенность работы характеризуется как раз по прогнозированию, предвидением тех результатов, которые соискатель очертил. И здесь тоже подход более расширенный. Это не просто прогноз, а прогноз вариативный по трем сценариям. И пессимистичный, и актуристичный, и в условиях, равных условиях хозяйства. Также хочу отметить достаточно большое количество фурбикаций. Их 16. Начиная с 2018 года по 2022 включительно. Достаточно много для молодого ученого. И та равномерность практически ежегодно, то есть работа строилась последовательно, раскрывалась. И при этом автор не забывал, публиковал свои результаты. То есть докладывал и делился. Я поддерживаю исследователя и буду голосовать за присуждение. Спасибо большое. И все коллеги еще желающие выступить. Пожалуйста, член Совета Герасимова Слава Васильевна. Спасибо большое за предоставленное слово. Уважаемые коллеги, я думаю, что никто не будет оспаривать актуальность данной темы. И это не только специализация нашего диссертационного совета, но и многими аспектами, которые здесь выразничают. Что это приоритет правительства Российской Федерации, которое постоянно принимает решения по поддержке предпринимательства. Что это важная часть, составляющая часть экономической системы. И многие другие моменты. Но потом не оставил тот факт, что если что-то должно развиваться, то для развития необходима какая-то инфраструктура. Уже даже в самих формулировках понятно, что тема актуальна. И вот как раз сегодня было сказано, что у нас есть возможность наблюдать, что предпринимательство в современных условиях, в условиях санкции, прошло совершенно военном пути развития. И это еще более актуализирует данное научное исследование. Теперь коротко скажу о самой работе. Я вполне поддерживаю мнение, которое уже высказано, что первое, что бросилось в глаза, даже когда мы стали изучать автореферат, знакомиться с авторефератом, это именно логичность построения, комплексность построения. Сначала раскрываются какие-то понятия, потом раскрываются какие-то факторы влияния, предлагаются пути решения проблем, затем дается оценка, затем делается какой-то прогноз и прилагается какой-то механизм, прошу прощения. Так вот, все это достаточно логично. И это не только логика является положительной характеристикой данного исследования. Хочу сказать, что благодаря такой логической последовательности данное исследование носит законченный, завершенный характер с какими-то уже готовыми решениями. И там содержатся констатирующие факты в виде статистики, есть авторские прогнозы, есть глубокий анализ. Это очень важно для республики Крым, анализ глубокий в плане того, что даже по разгонам все это сделано. И это делает данное исследование достаточно ценным. Соглашусь также, что достаточное количество публикаций, апробаций. И вот в связи с этим работа производит очень положительное впечатление, комплексный характер, аргументированный подход, глубокое знание авторов, исследованная тема. Но между тем, конечно, есть и дискуссионные положения, очень городко на них остановлюсь. Какие-то из них уже озвучивались сегодня. Ну, во-первых, то, что бросилось в меня в глаза, это некое несоответствие между факторами влияния на развитие предпринимательства и предлагаемыми путями решения. В частности, среди одного из факторов влияния было выявлено кадровое обеспечение. Вот как раз вот Светлана Петровна задавала подобный вопрос. А путь решения этой проблемы как бы не освещен или освещен не очень так раскрытчато. И вот мы уже, кстати, неоднократно здесь, в этом зале, во время послушания о защите других диссертаций, говорим о кадровом обеспечении. И пока как-то непонятно, что же, собственно, хотят от этого кадрового обеспечения, какие критерии предъявляются, какие требования предпринимателей в этих условиях цифровизации. И вот немножко вот это несоответствие, на мой взгляд, требует доработки. Также предложенный автором организационный механизм инфраструктурного обеспечения развития предпринимательских структур, который позволяет достичь ряда эффектов, в том числе и повышения уровня социально-экономической активности. Вот, собственно, мне было непонятно, каким образом будет получен этот эффект, но вполне допускаю, что, возможно, диссертация это изложена, а если это и не изложено, то это вполне может стать направлением ваших будущих научных исследований. Ну и вот тоже неоднократно говорилось, поддержу эту мысль, что не хватило какой-то практической значимости этой работы в виде конкретных мероприятий, и что нужно сделать для того, чтобы это инфраструктурное обеспечение стало лучше, для того, чтобы лучше развивалось предпринимательство. Но, несмотря на высказанные какие-то замечания или дискуссионные положения, все-таки работа интересна, действительно является оригинальным авторским видением данной проблемы, соответствует требованиям, а ее автор Капаенко Иван Викторович заслуживает присвоение ученой степени кандидата экономических наук в специальности 0800 в обращении экономики и управления народным хозяйством экономико-предпринимательством. И, таким образом, я поддерживаю это исследование, и его авторы будут голосовать за. Спасибо. Спасибо большое, кто еще желает выступить. Пожалуйста, Юлия Петровна Майданевич, член диссертационного совета. Диссертационная работа КПНК Ивана Викторовича действительно написана актуальными темами. Вопросы развития предпринимательства как одной составляющей экономики освещаются достаточно большим количеством ученых. Хочется отметить то, что авторам было поставлено пять задач его исследования, они логически изложены, представлены в ответы на раскрытые задачи, в автореферате. В автореферате и автореферат имеет определенную логику, позволяющую сделать выводы о научном исследовании, о его целостности, о тех результатах, которые предоставил автор на защиту. Также нужно отметить, что авторам по результатам его исследования было опубликовано 16 публикаций, что это также достаточно много. Но в части замечания, или скорее пожелания, хочу отметить, что вы даете мероприятия, направленные на развитие предпринимательской деятельности в сфере Республики Крым, которые могут применяться также в других регионах, но не акцентируете внимание на сферы деятельности предпринимательства, потому что в зависимости от сферы предпринимательства будут применяться различные факторы влияния и пути решения проблем, которые возникают. Это можно воспринимать как пожелание, вот это, если сказать, очень мне не хватило вашей работы. Я считаю, что данная работа является завершенным истинным, она соответствует требованиям, которые предъявляются к работам данного уровня, и я буду голосовать за предпринимательные предпринимательства экономической деятельности. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Тогда можем подвести итоги. Хочу отметить, что сегодня мы заслушали диссертационную работу. Соискатель КПНК Викторович продемонстрировал свой достаточно высокий уровень компетенции. Он хорошо держался, отвечал на вопросы. И также хочу отметить, что сегодня было много высказаний, и основных положений по научной весне, и ряд пожеланий соискателю при данной работе. Хочу отметить от себя, что, на мой взгляд, в организационно-экономическом механизме, который представил ППНК Иван Викторович сегодня, неоднократно к нему обращался, достаточно целесообразно отмечено ядро данного механизма, которое основано на яснении ценностей предпринимательства. Действительно, что в условиях цифрализации мы можем говорить о том, что можно интегрировать элементы цифровизации во все компоненты инфраструктурного обеспечения, можно рассматривать их отдельно, но с привязкой к меняющимся цифровым условиям развития, в том числе и в республике Крым. Но вот изменение ценностей предпринимательства, философии ведения бизнеса, оно сильно меняется. Как правильно сказал Илополь Михайлович, достаточно тяжело даже смотреть 7 лет назад и проектировать все, что будет с учетом такой особо валтельности внешней среды. Поэтому соискатель диссертации обозначил свой счет и концепцию, и ее сегодня успешно защитили, поэтому я также буду голосовать за. Уважаемые коллеги, на этом мы оканчиваем дискуссию, и согласно регламенту нам сейчас необходимо предоставить слово создателю. Благодарю вас за такую возможность. И в первую очередь, позвольте выразить славу благодарности моему научному руководителю, доктору комиссии наук, доценту Юргену Сергею Михайловичу, за помощь в выборе темы институционного исследования и концепционную помощь, и, конечно же, за успешное руководство. Глубокая благодарность председателю диссертационного совета, доктору комиссии наук, профессору Синчину Андрея Александровне, за предоставленную возможность защищаться в данном совете. Ученый диссертационного совета, кандидату к комиссии наук, доценту Павленко Ирине Геннадьевне, за организацию и методическую помощь. Искренняя благодарность доктору комиссии наук, профессору Кирилючу Светлане Петровне, за то, что поверила меня, поддержала и способствовала выполнению работы на базе кафедры экономики предприятия. Выражаю глубокую благодарность оппонентам, доктору комиссии наук, доценту Кузьминке Юрьевне Геннадьевне, и кандидату комиссии наук, доктору Завьялову Дмитрию Вадимовичу, которые детально ознакомились с диссертационной работой и подготовили ценные и содержательные замечания. Благодарю ведущую организацию, Лос-Университет имени Ис Тургенево, в лицее, выполняющей обязанности заведующей кафедрой маркетинга и предпринимательства, доктора комиссии наук, Лятина Ирина Рафаилевна, за поддержку и обстоятельные и ценные замечания. Конечно же, выражаю благодарность членам диссертационного совета, выступивших в качестве экспертов по диссертационному исследованию, вычитавших и оценивших работу, сделавших собережательные замечания. И самое важное, я благодарю своих родных, которые оказали мне помощь и поддержку в условный период выполнения диссертационных работ и мотивирующих меня. Благодарю за внимание и благодарю всех. Спасибо. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, для процедуры тайного голосования нам необходимо избрать счетную комиссию. Предлагаю за следующий состав. Председатель комиссии Дышлав Игорь Николаевич, члены комиссии Дорофеева Анна Андреевна, Намханова, Маргарита Валентиновна. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против, раздражался одиногласно. Объявляется тревог для проведения процедуры тайного голосования. В зале остаются только члены диссертационного совета. Уважаемые члены диссертационного совета, просьба подойти к президиуму, расписаться в заявочном листе и взять бюллетень для голосования. Напоминаю, что в 9-м мы начеркиваем то, что не нужно, то есть оставая варианты ответа, которые мы поддерживаем. Продолжение следует... 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 Данюша. 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 Даняша. 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 Спасибо. 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 Уважаемые члены диссертационного совета будут занять свои места. Уважаемые члены диссертационного совета. Слово для облашения результатов тайного голосования представляется председателю счетной комиссии, доктор экономических наук, профессор Дышлавову Игореву Николаевичу. Спасибо, Наталья Александровна. Протокол заседания счетной комиссии, избранный диссертационным советом Д-9006-11 от 17 мая 2022 года. В состав избранной комиссии Дышлавовик Николаевич, доктор Наталья Александровна, профессор Дородеева, Наталья Немханова. Комиссия избрана для подсчета голосов в тайном голосовании по диссертации КПНК Ивана Викторовича на соискании ученой степени кандидата экономических наук. Состав диссертационного совета подтвержден в количестве 22 человек. Присутствовало на заседании 18 членов совета, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, 5, розданной бюллетеней 18, осталось нерозданной бюллетеней 4, оказалось в уровне бюллетеней 18. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата экономических наук КПНК Ивана Викторовича за 17, против 1, недействительных бюллетеней 0. председатель счетной комиссии Пешевой, члены комиссии Терафеева-Манканова. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть предложение у среды протокола счетной комиссии. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против, воздержался, един опасно. Необходимо принять заключение совета по данной диссертации. Уважаемые коллеги, у вас в раздаточных материалах имеется проект заключения. Какие будут предложения, замечания? Да, пожалуйста. Екатерина Владимировна. На последней страничке, кажется, вывода, диссертационный совет принял решение за решение. Уважаемые коллеги, есть предложение на основании результатов тайного голосования и принятого после обсуждения заключения признать, что диссертация Капоенко Ивана Викторовича на тему «Инфраструктурное обеспечение развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации на материалах Республики Крым соответствует требованиям ВАК Миноборнауки России, предъявляемым диссертацией на соискание ученых степеней кандидатов экономических наук, положение присудения ученых степеней и присудить Капоенко Ивану Викторовичу ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08005 «Экономика направления народным хозяйством, экономика предпринимательства». Будут ли вопросы, замечания по процедуре ведения заседания? Нет. Нет. Тогда, уважаемые коллеги, позвольте от имени совета поздравить Капоенко Ивана Викторовича с успешной защиты диссертации и пожелать ему дальнейших борщихся и профессиональных успехов. Спасибо, уважаемые коллеги. На этом заседание совета считается оконченным. Видеосвязь. 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 Видеосвязь.